США накрывает новая волна кризиса на рынке недвижимости. Минувший июль стал вторым за всю историю месяцем по количеству домов, которых лишились собственники из-за неуплат по кредитам. Я занимаюсь продажей недвижимости уже 30 лет. На моей памяти рынок переживал несколько разных циклов падения и роста. Но я никогда еще не видела, чтобы ситуация была настолько плоха. По данным аналитиков из компании Reality Track, в июле в списке домов, находящихся в разной стадии отъема у неплатежеспособных владельцев в США, были добавлены более 325 тысяч домов и квартир. Около 225 тысяч из них – это жилье, уже выставленное на аукционы или перешедшее в собственность банков. Еще порядка 100 тысяч – это дома или квартиры, собственники которых получили извещение о невыполнении обязательств по кредиту. То есть платеж просрочен больше, чем на три месяца. Впрочем, в июле прошлого года ситуация была еще хуже. Более 140 тысяч собственников получили такие извещения. Калифорния лидирует в списке штатов, где наблюдается наибольшее количество случаев отъема недвижимости в счет кредита. За ней следует Флорида, потом Иллинойс, Мичиган и Аризона. Только эти пять штатов дают 50% всех случаев потери собственности из-за неплатежей по кредиту. Каждый седьмой дом в США близок или уже находится в состоянии передачи банку из-за неуплаты кредита, и каждый четвертый потерял в стоимости настолько, что уже не стоит того кредита, который был взят для его покупки. То, что мы видим в США, это катастрофическая потеря домами их прежней цены. Многие теряют работу или источник дохода. Таким образом, большое количество домов подлежит передаче банкам из-за неуплаты кредитов. Ипотечный кризис коснулся всех слоев населения, даже достаточно состоятельных людей. Некоторые из тех, кто еще недавно принадлежал к богатому среднему классу в Калифорнии, теперь живут на стоянках торгового центра в роскошных автофургонах, которые они когда-то использовали только для путешествий. В Аризоне есть места, где приходилось пускать под нож бульдозера целые микрорайоны из-за того, что у застройщика недоставало средств закончить строительство, и никто не хотел покупать такую собственность. В этой ситуации страдает и застройщик, и местная экономика. Когда происходит потеря дома, это, разумеется, сильнейшее психологическое потрясение для семьи. С потерей дома семья больше не платит определенные налоги. От этого страдает местная экономика. Тогда возникают сложности с выплатами муниципальным службам. Мы видели, как ужасно это может быть в Детройте, в штате Мичиган. Там было потеряно много рабочих мест. Многие лишились домов, и у города возникли серьезные сложности с выплатами полиции и коммунальным службам. Часть города постепенно становится городом-призраком и подвергается вандализму. Однако не для всех потеря дома из-за неуплаты по кредиту становится трагедией. Как бы ни показалось странным, некоторые идут на это сознательно, извлекая из ипотечного кризиса выгоду. В нашей стране есть люди, которые имеют работу и постоянный доход. Они в нормальной финансовой форме. Но они принимают решения, которые лично я считаю неудачным. Но они говорят, что этот дом больше не стоит столько, сколько я за него должен. Я могу купить другой, вон там, который также хорош, или даже лучше, за те же деньги, что я должен по своему кредиту. Я отдам свой дом, пусть кредитор несет дальнейшие потери, а я переживу удар по кредитной истории и куплю другой дом. Это называется стратегический дефолт, и я считаю это порочной практикой. Екатерина Александрова, Алексей Березин, Infox, Вашингтон.